Китайский автомобильный рынок крупнейший на планете и почти вдвое превосходит американский. Но вторичный рынок Китая еще интереснее. Он меньше, что необычно для развитых стран, но совершенно закрыт. До сих пор правительство Китая запрещало вывозить из страны поддержанные автомобили, стимулируя экспорт новых. Ежегодно в стране утилизируют миллионы невостребованных машин. Однако Министерство торговли КНР готовится прорвать плотину. Десяти регионам страны разрешили вывозить автомобили, и первая партия из 300 штук готова к экспорту в провинции Гуандун. Адресаты удивляют. Это Камбоджа, Нигерия, Мьянма и Россия. Неизвестно, какие марки и модели Китай хочет экспортировать, но общая стоимость первых трех сотен — 2,5 миллиона долларов, то есть по 8 тысяч за каждую. Самый первый среднемоторный Jaguar XJ13 — одна из легенд британского автопрома. Суперкар был создан для суточного марафона в Лимане, но правила амалогации изменились, и автомобиль потерял право стартовать в гонке, для которой и проектировался. Через несколько лет уникальную машину разбили на съемках рекламного ролика, чтобы впоследствии восстановить, но время его ушло. Теперь же шотландская фирма Curie Ecos решила возродить легендарную машину. Их проект не копия оригинала уже потому, что здесь есть крыша, приличная аэродинамика и современные широкие колеса. Кузов построен из композитных материалов, а под прозрачным колпаком, как и у Jaguar, атмосферный двигатель V12. Технические характеристики не обнародованы, но компания предложит два мотора на выбор. Цены пока скрывают, но известно лишь, что Curie Ecos построит 25 таких машин.